Всегда на Руси чтили силу богатырскую и прославляли ее в сказаниях и песнях. Кто из богатырей силой отличается, кто мудростью, кто храбростью, а кто-то просто делами добрыми да поступками. Добрыня — богатырь выборский, сердце у него доброе, а душа открытая. Кто о помощи его попросит, тот от него помощь и получит. В доброте, отзывчивости и была его сила. Жил он много веков назад в славном граде Выборг, как знать, а может и сейчас живет. Никому не показывается, но добротой сердца людей наполняет. Меня зовут Никита, мне 5 лет. У меня есть большая-большая мечта. Я хочу стать настоящим пожарным. Хочу тушить огонь и спасать людей. Я еще мечтаю в огромной пожарной машине, потому что моя маленькая. Мечтаю очень сильно. Мы живем в поселок Вещево, это лучший сосос, вот деревня. Отсюда надо добираться 30 километров до дома. Еще от остановки идешь 20 лишних километров пешком. Я работаю на железном дорожном вокзале в области. Он у меня один. Родила ее в 40 лет. Больше никогда нет, он у меня один. Без труда машину эту вы узнаете по цвету. Кратно цветную в машине главной, а зовут ее пожарной. Никита, у меня сегодня для тебя очень хорошая новость. Ты знаешь, мне сегодня по телефону позвонил Добрын. Он сказал, что ты же у нас хочешь быть пожарным? Да. И он для тебя приготовил сюрприз. Поездку в пожарную часть. Поедем с тобой в пожарную часть смотреть на большие пожарные машины. Поедем? Здравствуйте. Здравствуйте. Кита, привет. Кита, привет. Мы являемся сотрудниками пожарной охраны. Мы знаем, что у тебя была мечта стать пожарным в будущем. Мы ее сейчас немножко осуществим. Покажем тебе технику, чтобы ты действительно закрепил свою мечту. Хорошо? Пойдешь смотреть? Пойдем. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Экскурсия у тебя была насыщенной, чтобы тебе еще раз так же твоя мечта сбылась. Мы знаем, что ты мечтал о настоящей пожарной машине. Смотри, здесь есть кнопочки, можешь понажимать. Слышишь? Звуковой сигнал. Все работает, все это. Даже еще есть функция такая, может производить, смотри, тушение. Наливается туда вода, смотри, видишь, все почитаешь по инструкции. И будешь тушить сам, как настоящий пожарный. Я буду тушить огонь. Огонь, конечно. Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. Доброта – это то, что совершается добровольно, бескорыстно, для всеобщей пользы и для своей пользы, а не во вред себе. Дать определение добра во все времена стремились многие мыслители, деятели культуры, политики, ученые. Доброта для души тоже, что здоровье для тела. Она незаметна, когда владеешь ею. И она дает успех во всяком деле, говорил великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. «Доброта, по-моему, начало всех начала. Отличительный признак человека. Не совершая добрых дел, человек чувствует себя неуютно в этом мире», высказывался советский актер Евгений Леонов. «Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда», рассуждает Далай Лама. Один из наших современников, Дмитрий Сергеевич Лихачев, предложил свое краткое и емкое определение. Добро – это прежде всего счастье всех людей. И, кажется, лучше не скажешь. Она – наши ноги. Она помогает всем в клубе. Я в клубе. Вот как случилось, клуб у нас уже почти 29 лет, клуб «Корчагицы». И вот Валентина Георгиевна тоже. Она у нас как волонтер, но она помогает. Так-то я раньше кто? Развлекалочка, наверное, была. Приду, станцую, спляшу, салаты нарежу, все, шикер-мейкеры готовы. А теперь уже волонтером обозвали, приятно. Или посуду помыть, или полы подтереть, или еще что там. В магазин сбегать, в аптеку сбегать. Это я, пожалуйста. Одна нога там, другая здесь все принесу. И дети даже есть, которые звонят. Тетя Валяна Ивановна, нам какую-то и такую-то игрушку. И я пошла по городу. Так, в темпе 100 метров в секунду. Так что вот. Я проработала 37 лет. Вообще старше у меня. Работала 19 лет на заводе лимонной кислоты. Я там начинала от простой работницы, плеточки чистила, до завт-лаборатории, хим-лаборатории. А потом перешла в трест общественного питания. Тоже была завт-пищевой лаборатории. И проработала там 19 лет. Когда мне было 53 года, вот у меня случилось... Я не знаю до сих пор, никто ничего не знает, почему меня парализовало. Я уже 30 лет на коляске. Но я, как видите, оптимистка, не сдаюсь. 15-й год я с ними. Там у меня друзья, одноклассники. И вообще прекрасная наша команда. Я их развлекаю. Танцы, цыганочка, песни. Вот голос, правда, потеряла. Но ничего, думаю, восстановим. И дальше продолжим. Я этим живу. Я не могу на месте сидеть. Ну, тяжело. Понятно, что человек 30 лет на коляске. Вот это почти треть, ну, половину жизни. Ну, я-то живу ску. Я до 90 еще доживу. Так что будет треть. Сделай добро и будешь жить вечно. Я вот делаю добро, мне в 10 раз больше добро отдается. Если человеку внутри заложен кусочек любви и сердца хорошего, то он будет помогать вечно. Прямо с детства принесет тебе или игрушку, или конфету. И так до самой старости. Надо держаться, надо бороться за каждый день, за каждый час. И спасибо, что вот такие люди есть, как Валентина Георгиевна. Как много очень помогают мне людей. И дай Бог здоровья и вам, и всем-всем. Дорогой Добрыня, мы выпускники 92-го года школы номер 14. Хотим с твоей помощью выразить благодарность нашему классному руководителю Нине Павловне Ефименко. Не один десяток лет она трудится в школе. Преподает русский язык и литературу. Труд учителя – особый труд. Его нельзя измерить количеством учеников. И результаты своей работы педагог сможет увидеть только через годы, а то и через целое поколение. Мы все состоялись в жизни. Во многом благодаря нашему классному руководителю. И сегодня мы снова хотим признаться ей в любви. Дорогая Нина Павловна, поздравляю вас с Днем Учителя. Желаю вам здоровья, чтобы ученики вас только радовали. Поздравляю, Нина Павловна! С праздником вас! Сюрпризы всегда приятные, в особенности накануне каких-то праздников. И даже если нет круглых дат, близко, все равно, ну, всегда приятно. Встречаемся не очень часто, но у нас такая вот какая-то внутренняя, может быть, связь. То есть мы, когда встречаемся, всегда радуемся этим встречам. Каждый, так или иначе, не просто в сердце учительском, а еще и в памяти, еще и, наверное, в каком-то таком зрительном ряду, потому что это связь необъяснимая. Как сегодня все мы увидели, она помнит нас, такое впечатление, что наизусть, как, собственно, и подобает, наверное, учителю литературы, с одной стороны. С другой стороны, как любому учителю, проявляющему внимание к своим ученикам. То есть мы видим, насколько заботливым было ее отношение всегда. Настолько, что спустя 30 лет она может помнить меня тем, и помнить меня не просто, что я был, а что я делал, что я думал, что я говорил. Я этого уже не помню, а она помнит. С пятого класса нас взяла Нина Павловна, и мы так, до одиннадцатого нас она и выпускала. Она позитивный человек и заинтересовывала нас. В принципе, как профессионал она молодец. И желание ее учить людей, оно до сих пор так и осталось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас очень много приносят. Вот, приносят всякие молодые, дети, коляски привозят. Церковь Ильинская помогает нам очень хорошо. Люди приходят, делают заявки, но это в основном у нас сейчас лежачие. В основном постельные они просят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброта – это когда уважаешь людей, когда хорошо к ним относишься. Они приходят, они берут, они радуются. И знаете, очень приятно, когда приходят и благодарятся слезами даже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Про дефицит доброты я бы сказала, что я с этим сталкиваюсь на приемах, потому что очень часто люди приходят со своими бедами только потому, что им не с кем даже поделиться своим горем. Доброта – это практически врожденное, я так считаю, качество. Вот, оно связано с эмпатией. Эмпатия – это способность к пониманию, сочувствию. Когда человек как бы может поставить себя на место другого человека и чувствует то, что чувствует другой человек, да? Вот, это очень трудно развиваемая функция. Для того, чтобы быть добрым, нужно иметь на это ресурс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если у вас есть мечта или вы знаете, о чем мечтают ваши близкие, друзья и знакомые, пишите нам. Если вы хотите рассказать о добром человеке, выразить свою благодарность, мы ждем ваших историй. Ставьте хэштеги в социальных сетях. Пишите нам или приносите свои письма. И помните, чтобы поверить в добро, нужно начать его делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ГРАЗА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...